ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из отеля в тюрьму. Так закончился отдых в Арабских Эмиратах для троих россиянок. Местная полиция обвинила их в изготовлении и перевозке фальшивых денег. Все произошло, потому что девушки оставили в номере отеля пачку сувенирных долларов. Такой шуточный подарок они собирались сделать подруге на день рождения. Как, отправляясь за границу, не нарушать законы чужой страны и вернуться из путешествия живым и невредимым? США, Вашингтон, май 2018 года. Президент США Дональд Трамп подписывает БИЛЬ-477 или закон для выживших, оставшихся без компенсации. Следуя закону, Госдеп должен поддерживать еврейские организации, которые добиваются возвращения домов погибших во время Второй мировой войны евреев или выплат компенсации за утраченное имущество. Собственность должны вернуть наследникам жертв геноцида, а если их не осталось, то еврейским организациям, которые занимаются сохранением памяти о Холокосте. Казалось бы, справедливый закон поставил Польшу на грань банкротства. В довоенные годы в стране жило больше трех миллионов евреев. Большинство из них погибли в гитлеровских концлагерях и при массовых погромах. Отнятое у них имущество, эксперты оценивают примерно в 300 миллиардов долларов. Это дома, земельные участки, заводы и фабрики, которые отобрали сначала нацисты, а затем национализировали пришедшие к власти коммунисты. Чего добивается Америка? Справедливости или абсолютного подчинения Восточной Европе? И кто дал США право выступать в роли международного жандарма? Глобалисты ратуют за единый мир, живущий по единым законам, под властью мирового правительства. Но возможно ли объединить людей с разными традициями и культурой? Чем грозит незнание особенностей национальных законов и в чьих интересах будет принято новое законодательство? Сегодня в программе «Палочная дисциплина. Как наказывают туристов на Ближнем Востоке?» Место ниже поясницы будет распорото очень серьезно. Моя твоя, не понимай, что делать, если потерялся в незнакомой стране? Я в госпитале, можно сказать, побирался. По праву сильного, почему в Америке нельзя быть джентльменом? Я думал, сейчас выцарапают мне глаза. Открывайте шире двери. Какой сюрприз преподнесли Европе мигранты с Украины? С политической точки зрения это большая пороховая бочка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2017 году граждане Украины получили право безвизового краткосрочного посещения стран ЕС сроком до 90 дней. Но вместо туристов Европу заполонили трудовые мигранты. Тысячи людей отправились за кордон на заработки. Они создают дополнительное напряжение на рынке рабочей силы, оттесняя тех, кто привычно туда приезжал и получал рабочие места. Некоторый такой националистический угар, который сейчас царит на Украине, он приводит к тому, что рисковато могут выступать отдельные порубки, которые приезжают из Украины. Пересекая границу, многие граждане Украины всеми правдами и неправдами пытаются найти работу и остаться на постоянное жительство. Власти большинства европейских стран серьезно обеспокоены. Польша, Чехия, вот для них это угроза. Угроза экономическая, угроза преступности, потому что когда страна находится в режиме гражданской войны, у людей, украинцев, появляется правовой нигилизм. Основной поток мигрантов с Украины пришелся на Польшу. Представители Национального банка страны подсчитали, только за прошлый год трудовые мигранты с Украины перевели на родину более трех миллиардов долларов. Даже по самым скромным подсчетам, только в Польшу ежегодно будут приезжать 300 тысяч новых трудовых мигрантов. Для стран Евросоюза это не только дестабилизация экономики, но и новая волна националистических конфликтов. Что происходит? Происходит познавение националистов, прежде всего. Есть там люди, которые там положат поддерживать Бандеру. А в Польше это очень больная тема на самом деле. Это очень серьезное давление. Как показывает жизнь, большинство мигрантов, пользуясь гостеприимством хозяев, не желают жить по законам чужой страны. Именно так случилось, когда в Европу хлынули беженцы из Северной Африки, из Ближнего Востока. С политической точки зрения, это большая пороховая бочка, тут есть Европейский Союз. Но кто закладывает мину под нынешнее мироустройство? В чьих интересах создать хаос в самых разных странах и на Западе, и на Востоке? Нидерланды, Амстердам, апрель 2018-го. Ужесточаются правила посещения квартала красных фонарей. Туристам запрещено фотографировать жриц любви, употреблять алкоголь, громко разговаривать или кричать. Гиды будут обязаны получить специальные разрешения на проведение экскурсии в этом районе и предупредить своих подопечных, что они должны проявить уважение к местным жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса. Иногда даже самый невинный поступок туриста может оказаться правонарушением. В Сингапуре и в общественных местах нельзя жевать жевательную резинку. Штраф за нарушение – тысяча долларов. А в Таиланде можно поплатиться за прогулку с голым торсом от пляжа до отеля. Этот, скажем, Прованс будет длиться до полицейской машины. После этого вам помогут руки завернуть назад, расскажут через переводчика, что с вами делают, накинут какое-нибудь полотенце на вас, возможно, чешуя, и вы поедете сидеть в тюрьму. Засунуть тайскую купюру в задний карман джинсов – то же преступление, за которое можно получить серьезный срок. Существует еще наказание за неуважительное отношение к изображению короля. Если вы деньги, на которых изображен король, а на всех купюрах тайских изображен король, кладете в задний карман, вы уже не уважаете короля, а у вас за это могут уже арестовать. Что делать, если по каким-то причинам ваш родственник не вернулся из поездки в экзотическую страну? Куда обращаться за помощью? Юрий Додонов готовился к встрече своего 70-летнего отца, который отдыхал в Таиланде, и вдруг звонок из турфирмы. В автобусе, везущем туристов из отеля в аэропорт, отца Юрия не оказалось. Ну, первые мысли, ну что, что-то случилось, куда-то в какую-то историю попал, потому что на самом деле отец у меня очень такой яркий, все время куда-то двигать, и мог попасть в любые ситуации. Несмотря на почтенный возраст, Евгений Гусев старался брать от путешествия и все, нередко совершая рискованные поступки. В Египте это было задержан полицией, прям с горы снят. То есть полез в горы, а там, в принципе, этого нельзя делать. Тогда с мужчиной удалось быстро выйти на связь. На этот раз мобильник молчал. В отеле сказали, что мужчина несколько дней не появлялся в номере. В поисках отца Юрий обращался в самые разные организации. Шли месяцы. Он уже не надеялся увидеть отца живым. Неожиданно. Ему позвонила незнакомая женщина и сказала, что папа жив. Он ищет способы связаться с родными. Она работает в госпитале. Совершенно случайно вот услышал отца, когда он к ней обратился, потому что услышал, видимо, русскую речь. Сказал, что вот у меня есть сын, пожалуйста, как-нибудь свяжитесь с ним. И дал мой адрес. Что же произошло с Евгением Гусевым? За что пенсионер попал в тайскую тюрьму? Узнаем совсем скоро. На Майорке за мытье фруктов под пляжным душем придется заплатить 800 евро. А если полицейскому покажется, что вы слишком медленно переходите дорогу, вас оштрафуют на 100 евро. В пик отпусков свободный шезлонг на пляже курортного города на вес золота. Не мудрено, что многие находчивые люди пытаются заранее застолбить удобное местечко. На Сардинии за оставленное на шезлонге на ночь полотенце вас могут оштрафовать на 200 евро. И это не единственная запретительная мера. По Турции хотят ввести в этом году закон о том, чтобы штрафовать туристов за шведским столом, когда турист оставляет на тарелке больше половины еды. Речь идет о системе «все включено». Когда со шведского стола люди набирают чуть ли не десяток тарелок, а съедают совсем немного. Теперь за жадность придется платить. Конечно, первая реакция туристов – возмущение. Как расслабиться, когда за тобой следят даже во время еды? Тем более за путевку заплачены немалые деньги. Он отдыхает две недели, а ему нужно отбить ее, потому что он ее съест на своих 100 тысяч рублей или на 150. И скажет, все, путевка отбита. Съездил не зря. Но взглянем на ситуацию с другой стороны. Все, что осталось на шведском столе, могли раздать бедным. А вот пищевые отходы, в лучшем случае, пойдут на корм свиньям. Таким образом идет бешеный перерасход еды. Мне кажется, в этой ситуации лучше сто раз подойти, что-то добрать дополнительно, а не брать все сразу вместе. Но как быть, если еда оказалась невкусной? Неужели в этом случае тоже придется платить штраф? В Норвегии закон на стороне потребителя. За невкусную пищу в кафе с вас не возьмут ни цанта. Писатель Вадим Бурлак – бывалый путешественник. Он объехал множество стран и не раз убеждался, как важно уважать чужие законы и традиции. Есть железное правило. Если ты приезжаешь в какую-то страну, ближнюю, дальнюю, ты обязательно должен свои какие-то пристрастия, свои обычаи, то, что выработано у тебя многими годами, привычки, должен приноровиться к законам той страны, куда ты приехал, и к традициям того народа, куда ты приехал. «Пришел в чужой дом? Почитай хозяина и с уважением относись к здешним обычаям. Или жди неприятностей, даже если твой поступок объясняется лучшими побуждениями». Подобная история случилась с Вадимом Бурлаком в молодости, когда он ехал в Нью-Йоркском метро. Это был день, но тем не менее все места сидящие были заняты. И вот вошла девушка, красивая американка, встала тут рядом со мной. Ну, естественно, сесть больше негде. Естественно, я поднимаюсь и уступаю ей место. И вдруг эта красавица преображается. То есть я думал, сейчас выцарапает мне глаза такая злоба у нее. А она что-то там пробурчала, и другой конец вагона. Оказалось, уступать места женщинам в Америке не принято. Это может быть расценено как сексуальное домогательство. Опытный путешественник предупреждает. Старайтесь не доводить дело до появления служителей закона. И главное, не вздумайте припираться с дорожной полицией. Жители Уфы, Тимур и Марьям ездят по миру и ведут блок о своих путешествиях. За полтора года они с двумя детьми объехали 16 стран. Мы снимаем, арендуем скутер, либо байк, чтобы было удобнее передвигаться. Потому что, ну, если бюджетно там жить, то самый оптимальный вариант – это скутер или байк. В Таиланде скутеры – едва ли не главное средство передвижения. Порой тайцы умудряются поместить на одном скутере 6 человек. Что уж говорить о других нарушениях. Семья блогеров ездила так же вместе с детьми. Однажды путешественников остановили полицейские и отправили в участок. Протокол, штрафы – все как у нас. Что ты назвал? Марьяна. Марьяна. Дальше началось самое интересное. Оказалось, в полиции можно торговаться, как на рынке, сбивая сумму штрафа. А вот и документальное доказательство. Дальше. У меня только... Семь. Семь. Дальше. Дальше. Семь, троти-пять. Дальше. Дальше. Цена могла варьироваться разная. Как сторгуетесь, так и, в принципе, вам выпишется штраф. У нас вышло это в три тысячи рублей. И для Таиланда, в принципе, это, ну, дороговато. По словам супругов, еще проще договориться с полицейскими в штате Гуана в юго-западе Индии. Виноват ты или нет, все равно задержат. Штрафуют за все, иногда даже штрафуют. Если у вас, как бы, есть все, все равно ходят, до чего докопаться, и, как минимум, там, 100-200 рупий у вас заберут. Ну, в рублях, если это 100-200 рублей. Казалось бы, не такая большая сумма, но если взять общий поток туристов, то, как бы, ну, это нормально получается. Несмотря на репутацию страны секс-туризма, в Таиланде действуют довольно жесткие законы. В феврале 2018 года полиция Паттайи арестовала скандально известного Алекса Лесли, его ученицу Настю Рыбку и еще 8 человек, которые нелегально проводили секс-тренинги в одном из дорогих отелей. Смотрите далее. Кулачное право, о чем не стоит забывать беспечным туристам. Забивание камнями и порки – это все происходит. Закон есть закон. Почему в Америке так много странных запретов? Только полицейский имеет право носить с собой рогатку. И как не разориться на сувенирах? В итоге мы с меня взяли штраф в 800 долларов, и я опоздала на самолет. Как живется людям, которые по роду своей профессии подолгу работают за рубежом? Почему нередко они сталкиваются с проявлениями беззакония? Украина, Киев. 15 мая 2018 года. В офисе РИА Новости Украина проходит обыск. В тот же день глава агентства Кирилл Вышинский задержан по подозрению в госизмене. Неужели в стране, которая называет себя демократической, преследует людей, имеющих другие взгляды? А как же свобода слова? Журналист ни при каких условиях не может быть признан преступником, когда он объективно собирает информацию и доносит ее до общественности. Даже Европейский суд по правам человека говорит о том, что на журналиста распространяется особый статус. Даже в Евросоюзе, который обычно поддерживает киевский режим, кажется недовольны таким развитием событий. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуни Миятович заявила, что арест главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызывает глубокую озабоченность. А что же Америка? Главный оплот демократии. Похоже, здесь готовы защищать свободу слова только в том случае, когда это не касается российских журналистов. С 1 апреля в Вашингтоне прекратил вещание канал Russia Today. Наши эксперты уверены, Американского зрителя хотят лишить возможности знакомиться с альтернативной точкой зрения. Закрытие для канала Russia Today в Америке, либо арест наших журналистов на Украине, это проявление политического бессилия власти этих стран и яркое проявление антидемократичности. Америка пытается диктовать свои нормы всему миру. А как же международное право? Вашингтон давно уже с ним не считается. Спецслужбы США используют такую практику. Похищают людей по всему миру. В июле 2014 года Роман Селезнев, сын российского депутата, был похищен в аэропорту на Мальдивских островах на глазах жены и ребенка. Уже на острове Гуам, территории США, ему было предъявлено обвинение в кибермошенничестве. Похищение человека – это криминальное преступление. Это нельзя делать, тем более в зарубежной стране. Они это практикуют. Поэтому доверия к тому, с чем выступают их судебные органы, никакого, конечно, нет. Может быть, действительно, речь идет о каких-то преступных элементах, о людях, которые допустили правонарушение. А может быть, и нет. По обвинению в хакерской атаке Селезнев получил беспрецедентно большой срок – 27 лет заключения. Сам он называет себя политическим заключенным. Показательно, что права своих граждан США готовы защищать всеми возможными способами, вплоть до применения военной силы. Никаких людей, имеющих американское гражданство, политиков, военных и так далее, нельзя судить за военные преступления международным уголовным судом. Мало того, Америка приняла свой собственный национальный закон о защите от Международного уголовного суда и предоставляющей право вооруженным силам Америки вылетать в любую точку мира и военной силой освобождать тех, кто задержан по ордеру Международного уголовного суда. Нормальным людям это может показаться дикостью. Доказывать свою правоту не аргументами, а силой кулака или оружия. Но оказывается, что принцип око за око и сегодня действует во многих странах. В цивилизованных странах порка считается пережитком. Однако в мире до сих пор есть государство, практикующее ее в качестве официального наказания. К порке могут приговорить и мужчин, и женщин. Причем даже за незначительное преступление. Законы шариата основы юриспруденции на Востоке. Они сформировались на базе религиозных текстов Суны и Корана. До сих пор действуют в Иордане, Саудовской Аравии, Пакистане, Йемене, Иране, Ливии и Омане. Там четко, ортодоксально соблюдаются все эти правила. Наказания и телесные есть, и остались забивания камнями, и порки. Это все происходит и казни, мы знаем, при определенных обстоятельствах. Если турист совершит правонарушение в стране, где блюдут законы шариата, ему не поздоровится в прямом смысле этого слова. Вместо штрафа за несублюдение правил дорожного движения можно получить телесное наказание. Одних из моих клиентов просто вытащили из машины, пристегнули наручниками к дверям, ничего не сказав, потому что они все равно ничего бы не поняли. Им отвесили серьезных оплюх дубинками, отстегнули их и уехали. За ездов в состоянии алкогольного опьянения наказание строже. По законам шариата полагается от 30 до 50 ударов палкой. Место ниже поясницы будет распорото очень серьезно. Ну, от 30 до 50 ударов. Он забудет, как ездить минимум месяца на два. Он будет ездить стоя в автобусе, потому что так для здоровья удобно и так менее болезненно будет ему. Даже если вам кажется, что вы жертва преступления, по законам шариата дело может обернуться совсем иначе. Суд Катары вынес вердикт по делу гражданки Нидерландов по имени Лаура, ранее заявившей в правоохранительные органы об изнасиловании. Суд признал ее виновной во вступлении в интимную связь вне брака и приговорил к условному лишению свободы сроком на год и штрафу в 800 долларов. В Балтиморе запрещено посещать театр со львами. В Аризоне под угрозой штрафа нельзя класть осла, спать в ванной. А в Новом Орлеане запрещено привязывать к пожарному гидранту крокодилов. Для кого пишутся эти законы? Запреты, запреты, запреты. Американцам нельзя рыбачить, сидя на верблюде. Будить медведей, чтобы их сфотографировать. Бить крыс бейсбольной битой. Этот список можно продолжать до бесконечности. Впрочем, такие законодательные нормы, скорее курьезы, которые вряд ли могут сильно омрачить жизнь путешественнику. Наших туристов за границей подстерегают гораздо более серьезные опасности. 70-летний Евгений Гусев по туристической путевке поехал в Таиланд и пропал. Поиски длились несколько месяцев, и все безрезультатно. Помог случай. В одном из госпиталей Паттайи работала русскоговорящая переводчица, которая заметила соотечественника среди местных пациентов. Оказалось, Евгений Гусев несколько недель провел в коме после того, как его сбила машина. Вот так выглядел некогда крепкий мужчина. Казалось, теперь можно вздохнуть спокойно. Пожилой человек наконец-то вернется домой. Но после аварии мужчина потерял все деньги, а главное – документы. Я в госпитале, можно сказать, побирал. Ну, то, что давали, мне не хватало и так далее. Ну, так, ну, спрашивал, кто мог, помогал. Только в любой нации добрых людей всегда больше. Кроме того, за лечение Евгению Гусеву выставили астрономический счет. За два с половиной месяца мужчина сменил пять клиник. Ну, как правило, тайцы стараются определить наших граждан. Ни много, ни мало. От 10 тысяч до 30. А иногда такие благодарные. Где 50 тысяч за сутки. Кто-то продает квартиры, кто-то продает машины для того, чтобы своему родственнику помочь. Евгения Гусева в клинике уже не было. Прямо с больничной койки его отправили в тюрьму. Чем же закончилась эта невероятная история, узнаем совсем скоро. Эксперты настоятельно рекомендуют. Отправляясь в отпуск за границу, побеспокоиться о страховке и внимательно прочесть все пункты, напечатанные мелким шрифтом. Помочь клиенту сориентироваться, чем один страховой полис отличается от другого, обязан туроператор. Эконом 35 тысяч покрытия. Есть страховка «Комфорт». Она может стоить 50 тысяч евро, и тогда ее оформление не один евро в день, а будет около двух евро. Если вы получили травму на экскурсии, медицинские расходы должна покрыть страховка, выданная компанией, в которой вы купили экскурсионную путевку. Для любителей экстремального спорта есть свой пакет страховых услуг. Эксперты советуют на страховке не экономить и выбирать ту, которая подходит под ваш способ отдыха. А уж если приключится беда, собирать все справки и счета, чтобы потом представить их в страховую компанию. Думали сувенир, а оказалась контрабанда. За попытку вывести из Египта или Таиланда морские камушки и ракушки вас оштрафуют и внесут в черные списки. И это в лучшем случае. В худшем вас посадят в тюрьму. Саша Ртуц поехала работать в Таиланд по контракту на три месяца. Первое впечатление от страны самое положительное. Общий язык с людьми находила без труда. И даже подружилась с одной тайской семьей. Они предложили мне поехать на пляж, который поражает своей красотой и прозрачной голубой водой. Мы отправились на ладки на пляж. И они сказали, что там есть очень красивые кораллы, ракушки, морские звезды. То есть, что их можно, в принципе, собрать и увезти с собой. Мы целый день провели на этом пляже. На память Саша собрала пакетик кораллов и ракушек. Но в аэропорту девушку ждал неприятный сюрприз. Таможенники распотрошили чемодан девушки, а Сашу отправили на допрос. Причиной стал тот самый пакетик с ракушками. Меня сначала очень долго опрашивали, где я их взяла, кто мне посоветовал. То есть, там, я думала, что меня вообще посадят в тюрьму за это. То есть, это была очень такая стрессовая, неприятная ситуация. Саше выписали крупный штраф. Девушка считает, что еще хорошо отделалась. Главное, не посадили в тайскую тюрьму, про суровость которой ходят легенды. В итоге, мы с меня взяли штраф 800 долларов. И я опоздала на самолет. Соответственно, мне пришлось покупать его за свой счет. То есть, в итоге, убытков получилось довольно-таки много, потому что билет на самолет стоил что-то в районе 30 тысяч рублей обратно. Почти все острова вокруг Пхукета являются национальными парками. И эти заповедные территории довольно строго охраняются законодательством. Что лучше даже не пытаться пронести через таможню? Вывозить из страны местную валюту запрещено в Тунисе, Индии, Египте. Из Новой Зеландии нельзя вывозить киви. Из Турции камешки с побережья. В Таиланде вас остановят на таможне, если найдут в багаже статуэтку Будды, а у вас не будет справки, что это не предмет старины. Если же вы уж приобретаете такие сувениры, возьмите чек, чтобы как минимум показать, я не виновен, я там купил. Максимум, что грозит, вас заберут и скажут, положите вот в эту корзину, все. Это будет так. Кто-то ненамеренно приступает к закону, пытаясь увести сувенир на память, а вот другие сознательно пытаются пробраться туда, куда нельзя, за экстримом. Рульфер, Виталий Раскалов и его друг уже несколько лет делают фотографии и видео на крышах высоток, проникая туда незаконно. Вот они на крыше самого высокого из строящихся зданий Америки Централ Парк Тауэр на Манхэттене. А это уже Китай. 400-метровый кран в центре Шэньчжэня. А, ментерин, сейчас. Скользко, прикинь. Ну, держись за это. За поручень. Давай пять, братан. За все это время экстремалы попались лишь однажды, когда взобрались на вершину египетской пирамиды. Мы спрятались в гробницах, территорию закрыли, появилась охрана, мы там сидели почти до часа ночи и уже в районе часа-двух начали пробираться по территории, и постоянно оглядываясь. Каждые 15 минут вокруг пирамиды ездила полицейская машина. Достаточно напряженная обстановка, что делало нашу авантюру куда опаснее, чем обычно. С 1980 года власти Египта запретили подъем на пирамиды после нескольких несчастных случаев с иностранными туристами. Виталий рассказывает, камни сыпались из-под ног. Каждое движение нужно было просчитывать и делать достаточно аккуратно, потому что сорваться риск был достаточно большой. Быстро забрались наверх, сделали несколько фотографий, отсиделись, наверху нашли множество разных надписей. Полиция все-таки засекла руферов, и чтобы избежать наказания, им пришлось раскошелиться. Уже внизу мы встретили охранника, который был с Калашниковым наперевес. И здесь мы поняли, что единственный способ избежать каких-либо проблем, просто предложить ему 100 долларов. А 100 долларов – это, между прочим, двухмесячная зарплата в Египте на тот момент. Мы ему предложили 100 долларов, он без вопросов все это понял, показал нам вот так, стал секрет. И самое забавное, что он нам показал выход через забор с дыркой и провел нас до этого выхода и выпустил. А вот жителю Мюнкина, русского происхождения Андрею Чесельскому, повезло меньше. В феврале 2016 года он забрался на вершину пирамиды Хеопса, а когда спустился вниз, был арестован полицией. Парню грозил тюремный срок до трех лет, но его все же отпустили, пожизненно запретив въезд в Египет. В Китае после обеда полагается поспать. Поэтому получасовой сон официально разрешен во многих фирмах. И у большинства китайцев под офисным столом стоит раскладушка. В Испании послеобеденный сон называют сиестой. Традиция отдыхать после обеда возникла во времена завоевания Испании арабами. Они считали, что сиеста полезна для здоровья. После полудня работа на некоторое время останавливается во многих учреждениях Италии, Греции, Латинской Америки. Это тот случай, когда национальные традиции совпадают с корпоративными законами. В американской компании по продаже вентиляторов своих сотрудников во время пятиминутки обязали говорить не о рабочих моментах, а именно обсуждать какие-то веселые истории. И все же корпоративные законы редко направлены на защиту интересов персонала. Гораздо чаще они сводятся к тотальному контролю над жизнью подчиненных. Обязательное посещение всех мероприятий, строжайший дресс-код, исполнение корпоративного гимна по утрам, самые жесткие требования к сотрудникам предъявляют транснациональные компании. Им не важна национальность, религиозные убеждения и моральные принципы человека. Все должны подчиняться единому внутреннему уставу. В корпорациях существуют такие негативные правила, как полностью нарушение правил тайны частной жизни, нарушение тайны переписки, когда полностью прохождение на детекторах лжи даже людей заставляет пройти в корпорациях. Все это нарушает нормы Трудового кодекса, но сотрудники компаний готовы терпеть, лишь бы не потерять рабочее место. С недавних пор в нашу речь вошло выражение «офисный планктон». Попадая в пасть к транснациональным компаниям-монстрам, многие лишаются здоровья и даже жизней. Они боятся уйти, пока не ушел их начальник, пересижут рабочее время, специально не идут в отпуск, жилая в этой корпоративной культуре и правилах продвинуться по карьерной лестнице. Многих из них в раннем возрасте из-за таких вот правил корпоративного законодательства, в раннем возрасте настигают болезни, инфаркты, приводят к смерти такие правила. Но самое страшное в том, что транснациональные корпорации пытаются перенести действия своих внутренних законов на весь мир. Как утверждают конспирологи, многие цветные революции и военные конфликты всего лишь последствия этого глобального заговора. Глобалистами мы называем тех, кто старается обеспечить максимальное преимущество своим компаниям на разных территориях, выбранные преимущества, льготы, законодательства. Это нефтяные компании, это газовые компании, это финансовые компании, это такие компании, даже пищевые, мы можем знать, производящие тоже какую-то газировку. Это все можно отнести к глобальным компаниям. Но как объединить мир едиными законами, если он такой разный? Возможно ли искоренить традиции? Большой палец вверх – смертельное оскорбление. Так воспринимают этот жест в Ираке. А вот если человек в этой стране складывает все пять пальцев вместе, это означает, что ему нужно просто пять минут подумать. Бывалый путешественник Вадим Бурлак рассказывает, интернациональный язык жестов, казалось бы, понятный каждому, в некоторых странах может навлечь неприятности. Так произошло с его приятелями в таверне маленького городка на севере Бразилии. Решили, значит, вот где тут выпить, и показали интернациональный жест, вот щелканье это. А оказывается, у этого народа это очень оскорбительное что-то, вот оскорбительное жест. И местные парни за ножи, там кастеты, и, ну, слава богу, тоже удалось как-то умиротворить, умиротворить, уговорить, в общем, что ничего плохого не хотели сделать. Что еще не стоит делать иностранцам? В Китае нельзя дарить женатым мужчинам главные уборы. Китайское выражение «носить зеленую шляпу» означает, что жена изменяет мужу. Такой подарок расценят как оскорбление супруга. В Японии не рекомендуют скрещивать палочки для еды или указывать именно людей. Самое ужасное, что вы можете с ними сделать – воткнуть их в еду. Это считается дурным тоном, потому что напоминает палочки с благовониями, которые ставят умершим родственникам. В Иерусалиме не стоит в субботу заезжать на автомобили в районы, где живут ортодоксальные верующие. Машину могут закидать камнями, и полицейские вряд ли станут разбираться. Согласно еврейским традициям, суббота – день отдыха. На этот день приходится религиозный праздник – шаббат, начинающийся с закатом солнца в пятницу и заканчивающийся с закатом солнца в субботу. Смотрите далее. Третий – не лишний. На чем строится фундамент семейного счастья? Существует специальная комиссия, которая проверяет, правильно ли жена исполняет свои супружеские обязанности. И как на Востоке могут наказать за измену. Хорошо в это время подъехали полицейские. Ужасы тайской тюрьмы. Как не попасть в застенки, путешествуя по миру? Просто бетонный пол и постельные циновки. В странах, где действуют законы шариата, можно невольно стать свидетелем исполнения наказания. С писателем Вадимом Бурлаком однажды случилось нечто подобное, когда он с приятелем путешествовал по Ираку. Вдруг смотрим, прямо на улице лежит женщина. Туле потеряла сознание, мы подошли, а она вся в крови. Ну, естественно, мы стали ее поднимать, и вдруг откуда ни возьмись толпы мужиков на нас. У кого камни, у кого какие-то палки, хорошо в это время подъехали полицейские. Оказалось, эта женщина наказана за супружескую неверность. Ее публично побили камнями. Полицейские объяснили туристам, что, желая помочь, они влезли не в свое дело. И вот тут, конечно, с одной стороны, как это не вмешаться, как это не помочь женщине, которая там в крови избита. А с другой стороны, мы переступили какой-то порог вот их традиции. Это тоже, конечно, в общем, вопрос сложный. Наверное, тут уже должен каждый, ну, выбирать свою позицию, свое отношение, вот, к событиям, ну, согласуюсь с своей совестью. В Китае провинившуюся обмазывали салом и бросали к голодным собакам. Монголы разрубали неверную жену на части, а вот в древней спарте измена вообще не считалась тяжким грехом. В Гонконге жена, заставшая мужа с любовницей, вправе убить обоих. Правда, в законе есть одна оговорка. Женщина должна сделать это голыми руками. В старину в Уругвай, если муж заставал жену с любовником, он имел право собственноручно их наказать. Если убийство казалось делом слишком жестоким, можно было обойтись более легким вариантом, кастрировав любовника и отрезав нос изменницы. И все это считалось совершенно законным. А вот в Марокко и сегодня за исполнением супружеских обязанностей жены следит специальная комиссия. Существует специальная комиссия, которая проверяет, правильно ли жена исполняет свои супружеские обязанности, проверяет наличие продуктов в холодильнике, уборку. Разводы в странах Востока явление редкое. Но если уж случаются, тогда закон поддерживает женщину, оставленную мужем. В случае развода муж по шариату должен обеспечить женщины такое безбедное существование. Мне кажется, что местное законодательство, оно как раз логичное. У многих народов секс до свадьбы обрекает женщину на позор. А вот на Тихоокеанском острове Гуам запрещено вступать в брак с девственницей. Неудивительно, что есть мужчины, которые занимаются исключительно тем, что ездят по острову и лишают девственности девушек. Более того, это платная услуга. Верность до гроба. Во многих провинциях Индии это не красивые слова, а жуткая реальность. Сати – так называется похоронная ритуальная традиция в индуизме, в соответствии с которой вдову сжигают вместе с ее покойным супругом на специально сооруженном погребальном костре. Власти пытаются жестко пресекать совершение подобных ритуалов, но удается это не всегда. Законы принимают с учетом всей страны, с учетом общности, единства. То есть существуют разные системы, но, безусловно, они все основаны на историческом опыте и на традициях данного народа, проживающего на конкретной территории. Очевидно, что во многих странах со сложившейся многовековой культурой западные демократические ценности попросту не приживутся. Но думают ли об этом в европейских столицах, тем более в Вашингтоне? Великая американская мечта началась с того, что белые поселенцы частично истребили, а частично загнали в резервации коренных жителей. Когда американцы европейского происхождения пришли на эти земли, они выгнали этих людей и фактически перевели к тому, что 15-16 миллионный народ был истреблен, и осталось там 200-300 тысяч человек. Это, в общем-то, преступление, которое лежит в основе американской государственности. Современные европейцы искренне верят, в те времена, когда их страны владели колониями, белые люди несли туземцам просвещение и знакомили их с достижениями цивилизации, а значит, творили добро. При этом на Западе почему-то забывают, что их экономическое процветание создано за счет ограбления колоний, к жителям которых долгое время относились как к людям второго сорта. Такое неравноправие и породило национально-освободительное движение, охватившее целый континент. Вот 60-й год, например, это год независимости большинства стран Африки. Люди сражались, готовы были на лишение, но они понимали, что надо, конечно, в зависимости от Запада освобождаться, что и было сделано. Но до конца, к сожалению, и до сегодняшнего дня, эти процессы не доведены. До 1776 года значительная часть Северной Америки тоже была британской колонией. Провозгласив Декларацию независимости, Соединенные Штаты заявили, все люди по своему происхождению равны и обладают равными правами. Однако очень скоро американцы заговорили о своей великой исторической миссии. С тех времен, еще с 1845 года, появилось крылатое выражение, явное предначертание. Америка должна простираться от Тихого океана до Атлантического. В последние десятилетия Америка стремится диктовать свою волю всему остальному миру, действуя самыми разными методами. Разжигает цветные революции с помощью экономических санкций или военной силы. Если у вас нет демократии, мы летим к вам с бомбами. Это смех хоть слезы, конечно, но это действительно нарушение международного права. После развала Советского Союза, Соединенные Штаты решили, что остались единственной сверхдержавой и начали выстраивать новый мировой порядок. Пример глобализма – это Европейский Союз. И над глобализмом – это Соединенные Штаты Америки, которые диктуют условия Европейскому Союзу, как им поступать в отношении других стран, не входящих в этот союз. Став президентом США, Дональд Трамп решил установить новые правила игры, а точнее отказаться от всяких правил, предполагающих, что интересы других игроков тоже могут учитываться. Правильно только то, что выгодно Америке. Фактически речь идет о том, что это такая односторонняя система навязывания своих экономических интересов. Это не система взаимного обмена, это система односторонних коммуникаций. И вот в этом очень основная проблема. Особенно наглядно это можно проследить на ситуации со строительством российского газопровода «Северный поток-2», который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Как стало известно прессе, США близки к тому, чтобы ввести санкции против европейских компаний, участвующих в этом проекте. Америка же продвигает свою технологию сланцевого газа, изжиженного газа. Но перевозка этого газа, производство этого газа и доставка этого газа, она гораздо дороже, чем природного газа из России. И тут уже становятся вот эти меры торгового давления на Европу. Министр экономики и финансов Франции Брюно Лемер назвал санкции США оружием против Европы, которое направлено на уничтожение ценностей и доходов европейцев. Тем временем Америка принимает все новые законы, которые затрагивают интересы граждан других стран. Последней каплей стало решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Мы можем увидеть скоро новые Брекситы, так называемые, когда многие страны скажут, мы будем сами покупать газ, сами строить свою экономику, сами печатать свои деньги и сами распределять мигрантов или не пускать, и как многие европейские страны возмущаются и не пускают мигрантов к себе. Поэтому противоречия, связанные с американскими и европейскими отношениями, они зреют и в настоящее время только увеличиваются. 70-летний Евгений Гусев отправился в туристическую поездку в Таиланд и попал в ДТП. Два с половиной месяца он пролежал в клинике. За просроченную визу и неоплаченные счета на лечение пожилого человека отправили в тайскую тюрьму прямо с больничной койки. А вот реально просто большой вольер из шутки. Вот, обезьянник, да. Вот. И просто бетонный пол и постельные циновки. На циновках куча народов. Вот и вся тюрьма. Он находился там, ну, практически неделю, пять дней. Родственники почти отчаялись, но в это время на помощь пришла туристическая компания. Она взяла на себя все расходы. Евгений вернулся на родину. Сейчас он проходит длительный процесс реабилитации. Его прогулки в силу состояния здоровья ограничены двором. Худый, бедный, я уже хожу. А раньше у меня ноги вот так вот. Я вступить на них не мог. Удивительно, но пенсионер мечтает о новых странствиях, как только наберется сил. Работая простым слесарем, он откладывал деньги, чтобы сбылась его давняя мечта – увидеть мир. Пока я двигаюсь, я буду смотреть мир. Где и как, это как получится. И потом с помощью своих знаний. Обязательно. Мои надежды, их у меня четверо, так что вытащат. Куда-нибудь. Не забрасывайте свою мечту. Есть мечта – куда-нибудь рвануть, рваните. А просто так сидеть на этих четырех стенах – это не жизнь. Несмотря на все заключения, Евгений планирует снова поехать в Таиланд. Ведь там столько всего интересного, чего не удалось увидеть в прошлый раз. А что же делать-то? Это уже случилось. А раз случилось, то это надо пережить и действовать дальше. Путешествие в другую страну обещает множество приключений. Но какими они будут? Станем ли мы с удовольствием вспоминать поездку на дальние берега или же проклинать ее? Во многом зависит от нас самих. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Это старая русская поговорка предостережения людям 21 века. Чтобы все прошло хорошо, отправляясь в путешествие, не поленитесь ознакомиться с законами и традициями страны, в которую едете. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова